Итак, здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим еще одну книгу учебников по Dungeons & Dragons с драконом и подземелем, пятого издания. Это гид для мастера подземелий, для Dungeon Master. Не путать мастера подземелий из драконов и подземелий с мастером подземелий из субкультуры BDSM. Это два разных мастера подземелий. Никаких Вен Даркхолмов тут. Хотя, может, Вен Даркхолм тоже любитель драконов и подземелий. Вот такая вот интересная, смотрите, механические глазики, не знаю, как они называются, от которых спрятались наши герои. И, как и учебник для игроков, здесь у нас три части и несколько дополнений. А, Б, С и Д. Четыре дополнения. Вот у нас такая фигура, которая напоминает Галактуса из вселенной комиксов Marvel. Почему-то у меня он сразу ассоциируется с Галактусом. Ну, это, скорее всего, какой-нибудь... Сейчас посмотрим. Это Архлич. То есть, Верховный Лич. Лич – это чернокнижник или маг, который вернул себя к жизни после смерти при помощи темной магии. Итак, первая часть состоит из двух глав. Это создание... Это Ваш мир и создание мультивселенной. Так, давайте посмотрим, что же нам предлагают для создания Вашего мира. Общая картина. Общая картина – это Ваш мир. Опять-таки, таблицы, которые я очень люблю. Я лично люблю таблицы. Люди, может быть, их терпеть не могут статистически. Здесь, как мы видим, больше упор на текст по сравнению с другими. Различные описания, в том числе, например, поселений, которые будут в Вашем мире. Поселений. Вот и разновидности поселений. Деревня, городок и город, собственно, большой. Атмосфера, правление, торговля, монеты, которые используются. Опять у нас еще тут идут различные таблички. Фракции и организации, которые существуют в мире. Языки и диалекты. Очень-очень подробно все расписано. Так, создание Вашей компании после того, как Вы создали Ваш мир. Еще таблица. Так, и учет времени. Как вести учет времени и как завершить кампанию. И стиль самой игры. Имена для персонажей. Для персонажей уровни игры. Под уровнями имеется в виду общая сложность игры. Первый, четвертый уровень. Пятый, десятый. Семнадцатый, двадцатый и так далее. Двадцатый, вроде как я помню, это максимальный уровень. Так, это у нас драконорожденный, вроде, если я не ошибаюсь. Всякие детали. Например, война. И теперь создание мультивселенной. Мультивселенной и путешествия между различными мирами, о которых мы упоминали в обзоре предыдущей книги. Книги игрока. Тут очень много текста, тут надо вчитываться. Эта книга гораздо сложнее, чем книга игрока, которая структурирована гораздо проще. Где вы выбираете класс, класс, расу и просто смотрите определенный раздел. Здесь надо читать все. Вот, например, под миром огня у нас подразумевается мир элементарий огня. Под миром земли не подразумевается сама земля. Материальный мир, а подразумевается мир элементарий земли. Вот такая вот интересная картинка. Миры элементарий. Море огня, например. Какая-то пустошь, не знаю какая. Да, вселенная огня, вселенная воды, вселенная, мир воздуха и мир земли. Карты я всегда люблю, мне всегда их интересно читать. Книга невероятно красивая. Так, ну давайте немножко ускоримся, а не тут так перелистывать каждую страницу можно до бесконечности. Так, мы посмотрели первую часть. Создание мира и создание мультивселенной. Далее, создание приключений. Это вторая часть, 71 страница. Создание приключений. Создание неиграбельных персонажей, NPC. Различные происшествия, различные события в течение приключений, которые происходят. Что происходит между приключениями и сокровища, которые вы получаете во время прохождения или в качестве награды за разные приключения. Это все начинается у нас с 71 страницы. Так, 44, 72. Вот у нас оно здесь начинается. Вот знаменитые персонажи с славянской мифологии. Избушка на курьих ножках. Правда, здесь она выглядит зловеще, чем обычно. И избушка почему-то в виде шестиугольника. Опять, очень много таблиц, откуда можно узнать различные происшествия, которые могут произойти с персонажами по ходу игры. Здесь, например, вообще события, и мы выбираем при помощи одной стограненной кости. Под стограненной костью имеется в виду комбинация двух десятигранников со значениями от 0 до 9 и от двух нулей до 90. Тут очень-очень много надо читать, и это гораздо сложнее. Так что я не завидую тому, кто захочет стать мастером подземелья. Создание NPC. Опять-таки, много таблиц. Это у нас, по-моему, самый знаменитый монстр из драконов и подземелья. Бихолдер, который чуть ли не везде появляется. Его аналоги, кстати, есть и в Думе, и в Думе, по-моему, и даже в World of Warcraft. Очень-очень подробная книга, которую надо не просто читать, а вчитываться. Ну, или которую можно держать возле себя и посматривать в течение приключений. Ну, и давайте рассмотрим еще третью часть. Это уже непосредственно сам процесс проведения игры и ваш магазинчик, воркшоп. Хотя нет, мастерская. Вот, мастерская. Давайте посмотрим проведение игры. 235. Вот такая красочная иллюстрация со склянками, со всем. Очень-очень много всякой информации. Так, вот. Все, что нам нужно знать о проведении игры. Мне интересно, что подразумевается под мастерской. Давайте дойдем до этого раздела и посмотрим. Ух ты. И даже описание использования разных механиков. Например, препятствий, что нам видно через... Что видно, а что не видно через эти препятствия. Что-то, по-моему, слишком далеко ушел. Какая у нас там часть? Мастерская. Мастерская 263. Так, посмотрим мастерскую и как раз закруглимся. А, опции для способностей. Проверки различные при помощи костей. И различные опции для самого приключения. Уже после его начала, его планирования. Все весьма и весьма интересно. Опции для боя. Создание монстров в течение самой кампании. То есть, самого приключения. Очень-очень много информации. Эту к нему довольно-таки тяжело обозревать, не зная ее содержимого, в отличие от других. Ну, наверное, на этом закончим. Благодарю вас за внимание.